МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые актуальные новости города в эфире первого карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Ближайшие 20 минут только о самом интересном. Осужденный карагандинец объявил голодовку. В шахтерской столице начали давать горячую воду. В Караганде устанавливают новые мусорные баки. Карагандинец объявил голодовку. Таким образом, осужденный пытается доказать свою невиновность. Год назад во время конфликта на штрафстоянке Сергей Степанов в целях самозащиты несколько раз выстрелил из газового пистолета. Суд признал его не только виновным, но и опасным рецидивистом и приговорил к пяти годам лишения свободы. Ну, пожалуйста, мне надо. Расскажите, Настя. 3 июня у меня забрали мужа с дома. У нас получился инцидент на штрафстоянке. Напомним, инцидент произошел 4 июня прошлого года. Дмитрий Черненко и его друг Сергей Степанов пошли забрать свою машину с бесплатной штрафстоянки, которая там находилась более 10 дней. Как отмечает супруга Сергея, рабочие стоянки вместо того, чтобы отдать машину, потребовали у них денег. Это и стало основной причиной конфликта. В ходе драки в целях защитить себя и своего друга Сергей несколько раз выстрелил из газового пистолета, которое здоровью жизни человека не угрожает. Сильно в этой истории пострадал Дмитрий Черненко. Семейная пара несколько месяцев не отходила от зданий вышестоящих инстанций. Все напрасно. Местные полицейские в возбуждении уголовного дела отказали. Был избит мой супруг именно стоянщиками. По этому делу нам отказали в уголовном деле, в возбуждении уголовного дела. Пришел отказной материал. Сергея Степанова приговорили к пяти годам лишения свободы. Кроме того, 29-летнего карагандинца суд признал опасным рецидивистом. Беременная женщина рассказывает, что сотрудники отдела центральной полиции за положительные решения проблемы запросили 50 тысяч тенге. Когда он тоже начались суды, его судили на пять лет, где мы писали все жалобы, все, что мы писали, нам во всем отказали. Жертва несправедливости пытается доказать свою невиновность, объявив голодовку. Мать Сергея Валентина Степанова уверяет, что без еды ее сын сидит уже четвертый день. Дело оставили абсолютно без изменений, несмотря на то, что сын подавал очень много ходатайств. Он писал, он просил о помощи, крик помощи, но его никто не услышал. И в дело как нужно, к делу никто не подошел. Просто-напросто сфабриковали и обвинили во всем одного его. Хотя сами потерпевшие говорят, что после того, как произошел этот инцидент, была большая прокурорская проверка. И после чего им запретили брать деньги, и вот появилась вот эта вывеска, что стоянка является бесплатной. А вот в департаменте уголовно-исполнительной системы такой факт не зарегистрирован. Как обычно, от комментариев сотрудники департамента отказались. Апелляционную и касационную жалобы Степанова служители Фемиды решили оставить без изменения. Теперь надежда на Верховный суд, говорит защитник Сергея Степанова Алексей Кочкарев. Несмотря на все наши доводы, полного объективного рассмотрения дела мы не получили. Суд поверхностно не дал оценки всем доказательствам, показаниям всех свидетелей, в том числе с нашей стороны, и оставил приговор в силе. В Караганде начали давать горячую воду. Первые ее получили жители 30-го и микрорайона Степной. Гидравлические испытания на теплосетях завершились, причем раньше запланирована срока, при этом работы были выполнены гораздо качественнее обычного. Когда получат воду все карагандинцы, рассказал генеральный директор теплотранзит Караганда Андрей Липунов. Сети микрорайонов Гульдер-1 и 2 наполнены. Здесь горячая вода появится уже завтра. Майкудуки ее дадут к пятнице. Самые последние получат горячее водоснабжение жители центра города и Михайловки. Им придется потерпеть еще как минимум неделю. Все дело в том, что на сетях по улице Гоголя обнаружили серьезный дефект. Сейчас здесь проводятся ремонтные работы. В целом гидравлические испытания завершились успешно, отмечает генеральный директор компании теплотранзит Караганда Андрей Липунов. В прошлом году у нас 900 было дефектов, в этом году 490. Нормально, 50% меньше, это уже здорово. Что касаемо, скажем, сроков проведения испытаний, мы практически работали не круглые сутки, целый день мы работали, световой день. То есть начиная практически с 7 утра и заканчивая в 10 по 11 вечера. В этом году мы очень качественно, нежели в прошлом году, очень качественно провели испытания, ну и, по крайней мере, выявили результаты. Прервемся на короткую рекламу, не переключайтесь, далее все самое интересное. Молочная фабрика «Натиже» представляет Новый продукт – ацидофилин. Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка, «Натиже» с заботой о вашем здоровье. В Караганде устанавливают новые мусорные баки. Первым приравнивают к европейскому стандарту частный сектор района имени Казбекби. Мусорные контейнеры общие, оплата раздельная. Такая формула местным жителям не совсем понятна. Подробности у нашего корреспондента. Новые мусорные баки установлены по поручению Акима города Мирама Смогулова. Позовым к такому решению явилось то, что население частного сектора выгружает скопившийся мусор там, где глаз упадет. По этому поручению компания «Горкомтранс» стала заключать договоры на вывоз твердых бытовых отходов жителями частного сектора района имени Казбекби. С 3 апреля текущего года пройдено 83 улицы, из которых на сегодняшний день заключили договор 800 жителей, 800 домов частного сектора. Эта мера является системной, которая позволит решить проблему с несанкционированными мусорными свалками в районе и проблему с открытыми ливневками, с ливневками открытого типа в частном секторе. По плану подписать договор должны были 14 800 домов района Казбекби. Пока его заключили чуть больше тысячи. По словам заместителя директора компании «Горкомтранс», если эта реформа будет дальше идти такими темпами, то добровольно-принудительная установка баков будет неизбежна. На сегодняшний день, если на этой улице отрабатывается плановая регулярка, то заявки с этой улицы приниматься не будут. То есть здесь дальше будут работать санопедимстанции и полиция, санитарная полиция, которая, если житель не имеет договора, то возникает вопрос, куда он выносит мусор. Новые мусорные баки уже установлены на улице Гороспасательной. На пять домов по одному. Два раза в неделю коммунальщики будут возить накопившийся мусор. Конечно, не бесплатно. Ежемесячный взнос порядка 800 тенге с дома. Не так уж мало считают местные жители. Кроме того, местные жители считают, что одного контейнера на пять домов маловато. Заключить договор они согласны только в том случае, если на каждый дом будет один личный бак. Во-первых, у нас залава, во-вторых, у нас еще трава. Они будут вывозить, это еще непонятно как. Кто-то будет много кидать, а кто-то мало. Поэтому единственное, договаривались, что один контейнер на два дома. Это еще как-то более-менее терпимо. Потому что летом еще немного мусора, а зимой золу вывозить. Несмотря на протесты, новые контейнеры установили. Как считает представитель районной администрации Бесен-Усенов, население будет в любом случае заключать договоры. В другом случае придется сидеть по уши в мусоре с выпиской штрафа на руках. Амина Смакова, Улжас Кабасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. К другим новостям. Глава города провел встречу с очередниками на жилье. В настоящий момент в Караганде более 8 тысяч человек ждут и надеются получить когда-нибудь собственный угол. Однако темпы строительства на данный момент таковы, что момент счастья может наступить для многих через лет 20, а то и 30. Пришедшим на встречу горожанам чиновники презентовали программу «Доступное жилье 2020», которая как раз призвана решить данный вопрос. Госпрограмма разделена на несколько направлений. Сюда попадают молодые семьи, инвалиды, участники войны, госслужащие и лица, жилье которых признано аварийным, а также участники программы занятости. Для реализации данной программы в настоящее время проектными организациями ведется разработка проектно-спретной документации на строительство четырех жилых домов в районе улиц Березово-Кузембаева на территории Октябрьского района. Это уровень комфортности четвертый. Жилого дома микрорайона «Шапагат» – это 137-й учетный квартал с применением уже новой технологии крупного панельного домостроения. Можно получить квартиру на правах аренды с последующим выкупом или по системе так называемых жилищных накоплений. Это, конечно, затраты, но зато осуществив их, можно значительно быстрее стать обладателем собственной квартиры. Если задуматься, ведь и на данный момент очередникам приходится платить за съемную квартиру, так почему бы эти же средства или даже меньшие не вложить в жилье по госпрограмме и оплачивать уже непосредственно за свое собственное жилье? Все вы должны понимать, что невозможно в 1-2 года реализовать жилищные права из всех наших очередников 8 тысяч. 8 тысяч человек, если по 100 квартир мы будем строить, это для первой категории. В основном здесь первая категория. Если вы посмотрели по списку, то вы получите квартиру, может быть, через лет 30. Но надо честно сказать, почему мы вас пригласили и почему мы разъясняем. Если вы будете идти по первому направлению. Поэтому мы сейчас всем вам разъясним, что такое второе направление, третье направление. Надо во всех направлениях участвовать. Какими будут эти дома и квартиры, на совещании было показано подробно с указанием реальных адресов. Тем, кто заинтересовался этой возможностью, специалисты Жилстройсбербанк и казахстанской ипотечной компании тут же на месте давали конкретные консультации. 40 лет на телевидении. На днях свой профессиональный юбилей отметил старожил телевидения Караганды журналист Сергей Высокосов. Его по праву можно назвать самым телевизионным человеком на Первом Карагандинском. О корреспонденте с большой буквы расскажет Амина Смакова. Сергей Высокосов человек-универсал. Он и оператор, и журналист, и режиссер. В полной силе и энергии мужчина всего себя отдает телевидение. 40 лет перед и за объективом камеры пролетели незаметно. Съемки, интервью, телепередачи – все это стало частью жизни Сергея Высокосова. Жизнь, о которой он ничуть не жалеет. 40 лет – капля в море. А все началось очень просто. Если кто-то спросит, много ли мало 40 лет, могу честно сказать, это мало. Как будто только вчера, 40 лет назад, я пришел к помощникам режиссера на Мурманскую студию телевидения. Сергей Высокосов считает себя везунчиком, так как весь период своей телевизионной карьеры он легко вливался в ту или иную сферу своей деятельности, будь то оператор, режиссер или журналист. И в Карагане мне тоже повезло. Повезло потому, что я попал на первый карагандинский телевизионный канал, на молодежный канал. И еще раз повезло, потому что новое руководство канала вдруг расшевелило всех и стало перестраивать работу. Поставило всю работу на новые рельсы, тут все было кверх ногами, все что-то... Вот это то самое настоящее телевидение, когда хочется делать много, глобально. И я просто счастлив, что я именно здесь, на первом телевизионном канале. Вот почему я хватаюсь за все? Я работаю как оператор, я работаю как журналист, я проведу передачу, потому что это профессия такая. Вот если будешь стоять на месте, ну, уйдешь из профессии. А когда вот уже 40 лет ты что-то там придумываешь, делаешь, шевелишься, то вот это вот то самое главное, что должно быть в телевидении. В Казахстане ветерану телевидения также повезло. Сначала он работал в Амате, был главным режиссером военной спортивной редакции. По приезду в Караганду попал на первый карагандинский канал в тот момент, когда он появился. Я работал пять лет вместе с Диасом Амаровым, нашим спортивным комментатором, нашим казахстанским Озеровым. И что мне тоже очень сильно помогло. И вот именно Диас Амаров меня, ну, что ли, подтолкнул заняться журналистикой. То есть он заставил меня в первый раз взять интервью. Хотя я работал режиссером, режиссером спортивных программ. Очень интересно мне, опять же, посчастливилось. Опять же, на казахстанском телевидении я был создателем, зачинателем такой интереснейшей программы, как музей звуков. Сегодня он сердце и душа телеканала. Журналист по профессии и по призванию. Он с радостью делится своим опытом с молодыми коллегами. Сергея Артемьевича я знаю давно, вот можно сказать, с детства. Потому что, как бы, в свое время он был диктором, вот, областного телеканала. Вот уже последние 10 лет мы с ним работаем в одном коллективе. Что можно сказать о Сергею Артемьевиче? Ну, все-таки, вот, проявляется уверенность, вот, когда такой человек, вот, все-таки, ходит рядом. Вот, всегда, вот, можно обращаться за советом. Можно сказать, что он наш наставник. К слову, супруга Сергея Высокосова также посвятила себя телевизионному поприщу. С Рамзией Ансалямовой они познакомились еще в институте. Вместе уехали в Казахстан. Именно так и назвали свое мероприятие организаторы конкурса. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Пожелаем Сергею Высокосову как можно дольше оставаться преданным своему делу, больше эксклюзивных репортажей и такого же азарта в работе. Амина Смакова, Толеген Рашидов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Призывами беречь энергию сегодня никого не удивишь. Делать конкретные предложения труднее. В Караганде прошел четвертый республиканский конкурс энергосберегающих и экоохранных идей эргономика будущего. В конкурсе принимали участие студенты, школьники, молодые и не очень молодые специалисты. В общем, все неравнодушные. Реальных конкретных предложений, которые можно внедрять в повседневную практику, сегодня было немало. На преодоление энергетического кризиса, о котором говорят не только ученые, но и экономисты, и производственники, могут повлиять такие ключевые инструменты, как энергоэффективность и энергосбережение. Подобные конкурсы и призваны привлечь наиболее активную часть населения к процессу поиска альтернативных разработок, способных повлиять на энергетическую и экологическую ситуацию в стране. С каждым годом конкурс находит все новых приверженцев своим идеям. Стало много очень желающих поучаствовать, болеющих за экологию и энергосбережение нашей страны. В этом году в финал конкурса вышли 9 работ, которые достойны внимания. И сегодня члены компетентного жюри будут прослушивать эти работы, выберут победителей. Идеи предлагаются самые разные. От стандартных ветряков до нанотехнологий. Ведь если нормализовать энергосбережение, то и новых дорогостоящих электростанций не понадобится. Просто, но до осознания всеми этой истины еще далековато. Хотя условия конкурса будоражат мысль конкурсантов. В моем проекте описывается большинство энергоэффективных идей, которые можно использовать в школах, в помещениях с достаточно большой площадью. Как снизить уровень энергопотребления и выброса в целую атмосферу. Солидные идеи всегда появляются при участии солидных организаторов. Это, как всегда, ТОО «НПФ «Эргономика» при поддержке ПРООН, Казахстанский центр модернизации и развития коммунального хозяйства Карганинского областного акимата, компании «Грюнфоз Австрия», «Данфоз Дания» и «Трон Франция», «Теплоком Санкт-Петербург». Первое место занял проект Александр Щеглова по использованию биогаза. Призерами стали Сейдамет Сулейманов, Карина Базарова, Регина Урвачева. Их ждут немалые денежные призы, возможность съездить в Москву в Санкт-Петербург и трудоустроиться в компанию «Эргономика». А самую продвинутую компанию области – да и не только по энергосберегающим технологиям. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Каргандинский. В эти дни отмечается 120-летие казахского поэта Макжана Жумабаева. Этой дате был посвящен городской конкурс, организованный отделом культуры и развития языков Караганды. В нем приняли участие школы и лицеи города. Ученики с 5 по 11 классы приняли участие в конкурсе чтецов, посвященного 120-летию Макжана Жумабаева. Это была не простая формальность для участников, а свободный выбор произведений, которые они представляли жюри. Имя Макжана Жумабаева не было забыто в годы репрессии. В 20-е годы прошлого столетия не только друзья, но и враги не сомневались, что лучшим казахским поэтом является он. Академик Маргулин считал, что для казахов имя Макжана значит то же самое, что для англичан Шекспир, для русских Пушкин. Конкурс любителей поэзии Макжана Жумабаева как раз и доказал, что у него с каждым годом растет количество почитателей, и его наследие не исчезает, а наоборот вызывает все больший интерес у молодежи. Ребята читали и собственные стихи. Что удивительно, их работы не мелкие подрожжения большим поэтам, а самостоятельные философские рассуждения о жизни, о любви к родине. В конкурсе участвовали 14 участников из средних школ и лицеев города Караганды. Все участники были поощрены ценными призами. Подарки – это память. Но главное, в душе этих ребят надолго сохранятся слова Макжана Жумабаева. «Я верю в молодежь». Именно так и назвали свое мероприятие организаторы конкурса. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Выпуск продолжит новости спорта. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. Алюгал! 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 Матиспорткомплекса «Тулпар» сегодня не профессиональные футболисты, а воспитанники детских домов. В преддверии Дня защиты детей юные футболисты принимают участие в Кубке Дружбы. Организатором соревнований стал мини-футбольный клуб «Тулпар». Четыре карагандинских детских дома представляют своих лучших спортсменов. Хорошо готовились, очень хорошо. Но сейчас, к сожалению, у меня нет уже надежды выиграть. Но мы все равно стараемся изо всех сил выиграть. Хотя второе место или третье взять. В разных турнирах мы участвовали, конечно, но здесь в «Тулпаре» это первый раз, первый год турнир. Но надеюсь, постепенно будет каждый год проходить. Кубок Дружбы планируют сделать ежегодным. А в дальнейшем в турнире будут принимать участие детдомовцы из других городов Казахстана. Возможно, именно сегодня тренерам именитого «Тулпара» удастся отыскать юные таланты, говорит президент клуба Анатолий Смотрицкий. Мы придаем большое значение воспитанию детей. Многие из них, конечно, заканчиваются спортом. Многие из них пополняют областные команды. Но какие-то крупинки таланта проскакивают и появляются в нашей команде. И, может быть, кто-то из этих детей себя проявит и потом сделает такую карьеру. По итогам турнира первое место заняла команда детского дома «Таншоупан». Вторыми стали воспитанники Кулыншака. Третье место за домом юношества «Мираз». Победители были награждены кубками и сладкими подарками. Призами отметили и лучшего нападающего, защитника вратаря и бомбардира соревнований. Аман Сау Боумиздар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова